Пункт вакцинации от коронавируса начал работу в поселке Осиновая речка. До этого селянам предлагалось ехать за прививкой в единый пункт поселка Некрасовки, а это на другом конце Хабаровского района. Жители обратились к Михаилу Дегтяреву с просьбой о содействии в решении вопроса. В эти выходные состоялось открытие кабинета. Готовим вакцину к применению. Вакцина заморожена в виде. Именно из-за особого морозильного оборудования нет возможности открыт кабинеты вакцинации от коронавируса во всех фельдшерских пунктах. Обычные холодильники для хранения вакцины не подходят. Доставлять необходимое количество препаратов из Хабаровска будут день в день. Я вас поздравляю с первой защитой от COVID-19. Через 21 день ждем на вторую прививочку. Единственный для Хабаровского района пункт раньше открыли в Некрасовке. От Осиновой речки далековато даже на машине. На трех автобусах поездка займет полдня. По этой причине прививаться местные жители не спешили. Это очень далеко. Я ждала, думала здесь. Кстати, я писала в инстаграме, что перенесите вакцинацию, потому что тремя автобусами очень далеко. Но кто-то ездил. Я не рискнула просто. А так бы сделала раньше, если бы сразу стали здесь делать. Было неудобно туда ехать. А сейчас мне позвонили и сказали, что здесь очень удобно. Пришел, сделал и все. Я в первых рядах. С просьбой организовать пункт в Осиновой речке к Михаилу Дегтяреву обратились через социальные сети. Предложение было перенаправлено в Краевой Минздрав и оперативно принято в работу. Уже в ближайший выходной мобильная бригада выехала в пригород. В связи с возросшей потребностью вакцинации от коронавирусной инфекции, а также с целью доступности данной процедуры, нами было принято решение расширить вакцину, вакцинальные пункты в структурных подразделениях районной больницы. В том числе в амбулатории села Осиновая речка. За два выходных дня в сельской поликлинике привились 16 человек. Люди продолжают записываться, интерес начали проявлять жители ближайших сел – Бычихи, Казакевичева и Корсакова. После обращения селян такие же пункты открыли и в некоторых других районных амбулаториях.